Всем привет! И давайте сразу перейду к вопросам, потому что по каждому вопросу это огромная тема. Не знаю, или уложусь в видео. Первый вопрос касается Алии. А сейчас Большая Алия из Франции, Германии и есть ли репатрианты из Италии? Ну, по поводу Большой Алии. Мы вообще привыкли всегда сравнивать Алию, сегодняшнюю, с Алией начала 90-х из бывшего Советского Союза. Ну, и я скажу, что то, что произошло тогда, когда приехал один миллион бывших советских граждан, это произошло после падения железного занавеса, после развала Союза. Израиль получил миллион, Германия получила больше четырех миллионов, насколько мне известно. Это было что-то уникальное. И больше такого нигде и никогда произойти не может. Чтобы понять, насколько это было уникально для Израиля, и насколько это было невероятно, практически чудо. Ну, представьте себе, что в 60-миллионную Италию сегодня приедет 10 миллионов человек, которых нужно полностью абсорбировать. То есть дать им не только возможность работать, учиться, но еще и давать им деньги подъемные. То есть что произойдет с экономикой Италии? Она захлебнется. И в этом процентном отношении сегодня бы захлебнулась любая другая страна. Но Израиль выжил и сумел переварить это все. Это было уникально, поэтому этого больше никогда не будет. По поводу того, что те страны, которые вы упоминаете, есть ли Алия из Западной Европы, она есть. Вы можете посмотреть, конечно, официальные данные. По официальным данным тех же французов от года в год увеличивается Алия где-то процентов от 20 до 27 процентов. Есть то, что не учитывает официальная статистика, ведь статистика по репатриации идет от данных Битуах-Люми, то есть те люди, которые приезжают в страну и имеют право на получение корзины абсорбции. Но еще больше людей, скажем, тех же французов, приезжает, не имея на это права. То есть эти французы, которые уже имели гражданство Израиля, либо вели бизнес на две страны, жили на две страны. Огромное количество из них уже имело здесь в Израиле квартиры. Многие пользовались ими как зимний отпуск. Но сегодня эти люди продают там квартиры, во Франции приезжают сюда. То есть уже как постоянные резиденты. Эти люди не учитываются, и они даже не подходят под понятие туша в хозер, то есть вернувшийся житель, вернувшийся резидент. А этих людей очень много. Причем едут люди... Вы спросили, знаю ли я их. Да, я лично знаю многих. Ну, во-первых, потому что две семьи, приехавшие буквально год назад, это родственники моих боссов. Причем это дети, люди молодые до 7, до 35, уже с детьми. Это люди, которые родились там, во Франции. Их родители, да, когда-то уехали из Израиля и жили во Франции. В основном они жили там. Ну, а сохраняли здесь активы, жилье, бизнесы и так далее. Эти дети, которые родились там, и они уже приехали сюда со своими детьми. То есть одна семья приехала с двумя детьми. Одна семья приехала, другая приехала с тремя детьми. Адвокаты, косметологи, риелторы по недвижимости. Ну, это вот люди, с которыми я знаком. То есть эти люди продали уже жилье свое там и приобрели его здесь. Много ли таких? Очень много. Даже 20 лет назад было много французов. Но то, что происходит в последние 5 лет, это, конечно, очень много. И если мы говорим о французской алие, скажем, в размере до 3 тысяч человек в год, один раз было 7 тысяч, для Израиля это очень много в процентном отношении. Если за год всего приезжает новых репатриантов от 25 до 40 тысяч, это много. Потому что в Израиле много городов, маленьких городов, где население гораздо меньше. Французы очень быстро учат язык, очень быстро вливаются в это общество, открывают свои бизнесы. У меня, я по себе знаю, допустим, по моей работе, где-то вот за эти 5 лет, за последние, процент клиентов франкоговорящих у меня выросло на 60%. Примерно каждый третий клиент, который хочет, ну, что я для них делал, оформлял гостиницы, потому что люди открывают гостиницы, бары, рестораны, понятное дело. Открывают салоны, как салоны одежды, так салоны мебельные. Например, в Тель-Авиве целые улицы мебельных салонов дизайнерских, которые заточены чисто на французского клиента. Вообще, скажем так, небольшой, по сравнению вот с советской алией русскоговорящей, начало девяностых, небольшой вот этот вот процент французов за 5 лет, 5-8 лет последних, сделали то, что русскоязычным, миллиону русскоязычных, за 30 лет не удалось сделать. Французское сегодня ощущается во всем. Я уже не говорю даже про рекламу по телевидению, которая идет на французском языке. Вы сегодня, пройдя не только по Тель-Авиву, но и я даже в Димоне видел. Вы нигде не увидите слово «кандитория», как это раньше писали сегодня. Это, ну, как минимум, по Тесеры. Французская музыка, концерты в опере французского шансона. Вы можете увидеть у меня этот концерт на канале. Различные французские фестивали. И, как и сказал, несколько городов, которые уже вообще говорят только на французском. И, кстати, они никогда не просили для себя ни государственного статуса своему языку, ни франкоговорящих газет, ни французского телевидения, не требовали, чтобы в банках и вообще во всех государственных учреждениях кто-то, какой-то бы из сотрудников обязательно говорил бы на французском. Так что французская Алия едет. Я знаю людей, приехавших из Германии, причем, опять же, разный возраст. Из Германии так же, как из Франции, едут молодые. С парнем я знаком, 26 лет. Семья с детьми приехала, ну, им где-то до 40, опять же. Не знаю, какой именно процент и какое именно количество, но факт то, что на протяжении всего существования современного государства Израиль Алия из Западной Европы никогда не прекращалась. Ну, а в последние годы, да, вот она увеличивается, действительно, на процентов от 20 до 30%. По поводу итальянцев не скажу. Я не знаю статистики, но я встречал людей из Италии, но эти люди приехали очень-очень давно. Я даже не знаю, в каких годах, в 70-х, 80-х. Есть ли сегодня Алия, эмиграция из Италии в Израиль? Я не знаю, мне сложно сказать. Но я вот буквально вчера вернулся с Италии. Во всяком случае, в тех регионах Италии, где я был, там не ощущается пока, пока не ощущается тех проблем, с которыми столкнулась, допустим, та же Франция, та же Германия. Люди там до сих пор живут так, как они веками жили. Это их пока что не касается, да. Люди живут небогато, но стабильно. Я не знаю, насколько велика диаспора еврейская в Италии. Я думаю, она мизерна, поэтому серьезно рассуждать о какой-то эмиграции Алие из Италии невозможно. Следующий вопрос. Возможен ли в Израиле левацко-совковый поворот, где умалчивается и занижается статистика преступности? Понятно, по каким причинам. И какие политические силы, на ваш взгляд, пособствуют такому разрушению страны изнутри? Нет, в Израиле невозможно умалчивание. Ну, во-первых, в силу размеров Израиля, в силу открытости СМИ и в силу интерактивности. Ведь любые новости сегодня... Ну, буквально, вы зашли в YouTube, если вы не услышали это на государственных телевизионных каналах или радио, значит, люди делятся в соцсетях мгновенно. То есть, в размерах Израиля что-либо умолчать или заставить израильтян о чем-то молчать вообще невозможно. Ну, вот, по поводу вашего последнего вопроса. Есть ли такая угроза превратить Израиль в лагерь для мирной, в кавычках, религии? С одной стороны, можно сказать, что нет, невозможно. Объясню, почему невозможно. Израиль все-таки это национальное государство. И последний закон, который был принят буквально недавно, основной закон о национальном характере государства, который так встал поперек горла левым, там ни в коем случае не должна быть изменена ни одна запятая. К тому же, Израиль и израильтяне не чувствуют себя виноватыми или чем-то обязанными, несмотря на то, что подписаны под женевскими конвенциями, перед вот этими нелегалами. За что, конечно, Израиль постоянно получает осуждение от Евросоюза. Госпожа Магерини постоянно отличается этим. ООН, которая сегодня, собственно, выполняет только одну функцию. Это как можно больше выпускать резолюции осуждающих Израиль, его политику, его политику в отношении беженцев. То есть, в отличие от Европы, Израиль хоть что-то делает. Да, существуют леволиберальные силы внутри Израиля, которые тормозят этот процесс, но Израиль делает. Не раз на Израиль сыпались проклятия по поводу строительства забора, который Израиль завершил. И, как мы видим, нелегальный переход мигрантов из Сомали, Эритрии, Судана прекратился вообще. Теперь та проблема, которая уже внутри страны. Существуют разные решения этой проблемы. Программа действует, но очень-очень медленно. Опять же, благодаря леволибералам. Есть идеальный рассказ. Некоторые считают это правдой, некоторые анекдотом, но тем не менее. Он буквально в нескольких словах объясняет суть, разницу между правыми и левыми. Рассказ американский. И в нем идет речь о разнице между левыми либералами-демократами и республиканцами. Рассказывается этот рассказ от лица человека, который посетил своих левых либералов-друзей. И вот, когда он у них был дома, их маленькая девочка, дочка, подошла к нему и сказала, что, когда она вырастет, она станет президентом. И тогда парень сказал, ну, похвально, малышка, а что бы ты сделала, когда стала президентом? Девочка сказала, я бы накормила всех бездомных и дала бы им крышу над головой. На что парень сказал, и это похвально, но зачем же так долго ждать, пока ты вырастешь? У меня есть сад. Давай, приди ко мне, я тебе дам веник, грабли, уберешь сад, прополешь грядки, выкинешь сорняки, и я за твою работу дам тебе 50 долларов. У девочки глазки заблестели. И он сказал, потом мы возьмем с тобой эти 50 долларов, пойдем к нашему супермаркету, где околачивается постоянно бездомный парень, и ты ему отдашь эти 50 долларов, чтобы он смог купить себе еду и заплатить за ночлег. Девочка поменялась в лице и, пристально посмотрев в глаза, сказала, ну, разве парень сам не может заработать себе эти 50 долларов? На что парень ответил, добро пожаловать в республиканскую партию, крошка. И в конце он написал, что родители девочки с той поры с ним больше не разговаривали. В этом вся суть разницы идеологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова